Депутат фракции ЛДПР Алексей Диденко прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Республике Армении в последние дни. Депутат фракции ЛДПР Алексей Диденко, депутат фракции ЛДПР Алексей Диденко. Вокруг России создается такой пояс, санитарная зона, об этом прямую говорят американские политики, для того, чтобы ограничить возможность сообщения и кооперации, общения с дружественными России странами. На наш взгляд, ЛДПР, конечно же, эти события, сценарий США, это очередной виток протестной активности, это Ереванское болотное, попытка взять реванш за события после беспорядков вокруг убийства армянской семьи на военной базе Бемри. Мы прекрасно помним эту трагедию, еще свежая память. Трагедия действительно связана с личностью конкретного военнослужащего, ни в коем случае нельзя было здесь винить в этом российскую сторону, свечение обстоятельств, но тот повод тоже был использован для наращивания протестной активности и выкрикивались возможные антироссийские воздухи. Поэтому сегодня мы с вами свидетели того, что страна протестующая не заинтересована в решении того вопроса, который они сами ставят в повестку дня, поскольку президент выразил определенную готовность сесть за стол переговоров, чтобы обсудить проблему повышения тарифов. Но почему-то протестующие этого не хотят. Возникает вопрос об их истинных намерениях. Намерены одни устроить армянский и реванский Майдан, свернуть режим Сержа Саркисиана, назначить досрочные выборы в армянский парламент и установить лояльный, марионеточный к Соединенным Штатам режим. Сегодня депутаты вышли на улицу и стали активными участниками протестных акций. Мы с вами хорошо помним, что те, кто стоял на Майдане, сегодня у них руки по локоть в крови. Они занимали самые неприятные и непонятные с точки зрения простого человека должности, фактически выполняли функции карателей. А наши депутаты Государственной Думы, которые с трибуны вещали на Болотной, на проспекте Сахара, сегодня находятся в бегах за границей и озвучивают исключительно стали проводниками и влашатами интересов Соединенных Штатов. Но уже за пределами территории Российской Федерации продолжают получать депутатскую зарплату. Поэтому все эти сценарии, они известны и примечательно то, что прозвучала недавно новость, озвученная министром обороны Сергеем Пожеветочковым-Шаргуевским, что Генштадт приступит к исследованиям по противодействию оранжевых революций. К огромному сожалению, сегодня это объективная реальность, сегодня эти протестные акции вносят организованный характер, у них есть определенная тактика, есть стратегия, нередко в ход отпускается оружие. Все это жестко структуризировано, есть своя иерархия, элементы организации, военизированные организации. И безусловно, средства борьбы должны быть не только политическими, но и в том числе с участием вооруженных сил страны, на территории которой эта оранжевая чума пытается поднять голову. Вне всякого сомнения, мы будем поддерживать законно избранный режим, у нас есть межпарламентские связи, группы дружбы, личные контакты с депутатами Совета Национального Собрания Республики Армения. Мы, конечно, все их будем использовать, стараться как-то убедить, призвать здравомыслящие круги, элиты Армении, если им Украина не пример, не показатель того, что происходит с теми странами, которые обслуживают чужие интересы, то мы постараемся рассказать о том увиденном негативном опыте и страшных последствиях событий в окрестностях Донецка и Луганска, поскольку неоднократно депутаты фракции ЛДПР выезжали в эти территории, были наблюдателями на выборах, налаживали межпарламентские и межпартийные связи. И, конечно, мы не хотим подобного сценария для нашего братского армянского народа.